Самая радикальная политическая сила Армении, принимающая участие в парламентских выборах. Национальный демократический полюс НТП выступила с заявлением, в котором заверила своих избирателей в том, что у НТП есть гарантия США по поводу получения Армении статуса основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. По словам кандидата в премьер министры Армении от НТП Ваги Гаспаряна, во время визитов в США армянского политолога Ары Папяна, этот вопрос обсуждается с высокопоставленными американскими чиновниками из структур национальной безопасности. Между тем, статус основной союзник вне НАТО, Major Non-NATO Ally или NNA, применяемый для обозначения союзников США, не являющихся членами НАТО, получить очень сложно. Достаточно сказать, что, к примеру, Молдова является кандидатом на его получение с 1992 года. А ведь Армения даже не кандидат. За комментарием Калиберас обратился к политологу, доценту Российского государственного гуманитарного университета Вадиму Трухачеву. Получить статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО очень нелегко. Все страны, которые его получили, перечислять не буду, но среди них Израиль, Япония, Южная Корея. Вряд ли Армения войдет в этот список. Они выдают желаемое за действительное. Кандидат в премьер-министра Армении от Национального демократического полюса Ваги Гаспарян заявил, что российские военные в Карабахе не считаются миротворцами, так как у них нет международного мандата. Хотя звучат определенные нарекания из Армении и из Азербайджана, но обе стороны согласны с тем, что Россия выполняет миротворческие функции. Так что подобные заявления – это предвыборные игры, рассчитанные на какую-то часть избирателей, которая почему-то наиболее зла на Россию, но не более того. Продолжая тему. Кандидат в премьеры Армении от НТП заявил, что Соединенные Штаты предложили в качестве миротворцев представителей скандинавских стран. Действительно, такая новость была несколько месяцев назад, мы связывались с экспертами непосредственно из этих государств, которые сказали, что впервые об этом слышат. Вы знаете, я не исключаю, что это правда, и США будут продолжать это делать. Для Штатов во всей этой истории есть один главный момент – желание вытеснить Россию с Южного Кавказа или ее ослабить. А через кого это будет делаться – не так важно. Вашингтону желательно, чтобы Россию разозлила и Армения, и Азербайджан. Это англосаксонские игры.